Девкон 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 Местный геймплей заслуживает всех нехороших слов, которые вы только можете себе вообразить. Например, загадка с огнетушителями в небоскрёбе. Представляете, вам нужно открыть замок Сделать это можно только одним способом Поломать его огнетушителем Ничего, казалось бы, сложного На каждом этаже деловито висит по несколько красноватых огнетушителей Но не тут-то было Загадка явно на интуицию Для открытия замка необходим один единственный огнетушитель Своего рода избранный Вот где настоящий вызов вашей терпеливости и усердию Тройка за геймплей Но это все впереди Пока же на себя обращает внимание смелое графическое решение Палитра ослепляет в буквальном смысле Кислотные цвета Высокий контраст Жаль только, что уже через несколько минут глаза устают И приходится лезть в настройки Тройка за внешний вид С музыкой французские разработчики решили поступить совсем просто Написали одну единственную тревожную композицию И включили ее на всех уровнях игры от начала и до самого конца Таким образом, уже через полчаса Вы просто будете вынуждены отключить звук и продолжать играть в тишине Тройка за музыкальное оформление Подводя итоги, еще хочется сказать пару слов о персонажах Они все как один похожи на кукольных уродцев С гипертрофированными морщинами и неестественным цветом лица Некоторую грубость игры по отношению к геймеру объясняет разве что сама история Про одинокого мужчину и темный мир Чистогана Тройку сегодня получают секреты Атлантиды Хорошая адвенчура явно не вышла И дело не только в графике Дело в самих квестах Такое безобразие встретишь не часто Пройти Секретс оф Атлантис до конца смогут только самые усердные и отчаянные геймеры Для всех остальных мы подготовили советы по прохождению игры Вопрос Как мне попасть на 14 этаж? Лифт туда просто не ходит, а других путей вообще нет Отвечаем Спускайся в подвал на минус второй этаж Там есть щиток управления лифтами Открой его и переставь перемычку таким образом, чтобы замкнулись нужные контакты Таким образом можно менять режимы работы лифта Вопрос Я нахожусь в стеклянном дворце Махараджи Как правильно расположить камни в пьедесталах? Отвечаем Блэквуд должен объяснить, что значит каждый камень В переведенной записке есть последовательность того, что зачем ставить Начинать надо с постамента рядом с левой лестницей Туда ставим изумруд, обозначающий равновесие Далее сапфир, символизирующий мудрость Затем рубин Это сила И лунный камень, который отвечает за чистоту Так уж повелось в мире, если жанр теряет Свежесть и уходит в застой или просто записывается в покойники Внезапно находится какая-нибудь малоизвестная студия Которая вдыхает в него новую жизнь Три года назад все дружно оплакивали традиционные мультяшные квесты в стиле LucasArts Не подозревая, что в далекой Испании уже вовсю продается симпатичный, местами неуклюжий, но самый настоящий квест старой школы Runway Road Adventure А сегодня мы расскажем о второй части этой игры Как вы помните, первая часть закончилась хэппи-эндом Главный герой и студент по имени Брайан Баска спасает из когтей мафии свою будущую подругу Джину И вместе они отправляются в чудесную даль на большом красном Феррари С тех пор утекло много воды, а также пива и прохладительных напитков Наши герои крепко обосновались на тропическом острове Брайан подружился с доской для серфинга и теперь мало напоминает студента-ботаника Каким был пару лет назад Джина практикует дайвинг В общем, оба ведут счастливую и беззаботную жизнь Но в один момент наши герои вдруг тянет на новенькое И они арендуют самолет, чтобы перелететь на другую часть острова Во время полета дедушка-пилот выключается прямо за штурвалом Джина прыгает с единственным парашютом И самолет падает в сердце джунгли с нами на борту Мораль Не экономьте на транспорте С трудом очнувшись после аварии, мы начинаем игру с поисков Джины Рекомендуемые системные требования Процессор 2 ГГц 256 МБ оперативной памяти И 64 МБ видео А также 6 ГБ на жестком диске Если вам казалось, что сюжет первой части имеет мало общего с реальностью И вообще бредовый То не подходите к сиквелу ближе, чем на пушечный выстрел Иначе поток креатива снесет вам голову Сперва вам покажут злобных американцев со своими секретами и военными базами Потом вы окажетесь в древнем храме, где следует секретное оружие И наконец на арену цирка выходят инопланетяне и начинается такой срам Что слабый налет серьезности, который был в первой части, моментально испаряется Наши оценки геймплея 4 балла Головоломки также не порадуют своей остроумностью Игра сделана на моторе первой части, но косметические изменения сильно оживляют картинку Анимация героев стала более гладкой, а нефодвижный фон пополняется за счет разного рода эффектов Например, с помощью огня или падающего снега Оригинальная графика была коньком Ренуэй Сигвелл старается держать марку, но огорчает массой проходных декораций Над которыми художники очевидно работали в последнюю очередь И в полсилы Маленькое разрешение тоже не радует За графику ставим твердые 4 балла Только персонажи составляют конкуренцию коллегам из первой части Правда, это скорее недостаток оригинала, чем достоинство Ренуэй 2 Диалоги во второй части написаны остроумнее А отдельные фигуры просто искрят юмором и жизнью Но общая оценка игры все равно только 4 балла Оригинальная Ренуэй славилась высокой сложностью Любая головоломка требовала изощренных комбинаций и напрягала ум В сиквеле, увы, осталась одна изощренность А сложность пропала без следа Вы легко пройдете рановые два за пару выходных Головоломки и их решения по своей нелепости Превосходят лучшие образцы из недавней Тунгуска Сикрет Файлз Но есть на этом свете те, кому эта игра по душе И для них у нас, как всегда, есть ответы на вопросы и советы по прохождению Первый вопрос Помогите достать сумку, никак не получается Отвечаем Возьмите очки с болота Куском стекла нужно отрезать резинку Этим же стеклом подровняйте деревяшку Остается только совместить резинку с палкой и получить рогатку Следующий вопрос Подскажите, пожалуйста, как добыть мел для монаха? Отвечаем Для этого надо взять доску с мелом из бара А когда мел кончится, нужно спросить у солдата, как сделать мел кустарным способом Совмещаем чехол из-под сигары, берется из бара, с тальком, который можно найти у серферов И применяем на пальму Мел готов Следующий вопрос Ну никак не получается починить быка, помогите мне Отвечаем Чинить механизм будет Джошуа Ему надо дать масло из мусорных контейнеров и инструменты, которые были рядом с катером в локации серферов Когда бык будет починен, появится новая проблема Нехватка электричества Идем к мусорным контейнерам К доске на дверцах прикрепляем трос Своими силами сломать ее не можем Тогда идем к солдату Даем ему обычную веревку и говорим лезть на дерево Берем машину и ломаем доску Далее нехитрыми манипуляциями включаем электричество для аттракциона Смотрите во второй части программы Барн Ярд Игра функционирует на модной сегодня концепции открытого мира То есть вы вольны ходить куда угодно и вступать в соревнования в любом порядке Девкон Выстроен на знакомых каждому современному игроку понятиях Юниты, территория, очки Все здесь вроде бы понятно и привычно Удивительно другое Стандартные полуфабрикаты работают в интровершен совершенно по-другому Смотрите во второй части программы Девкон Выстроен на знакомых каждому современному игроку понятиях Юниты, территория, очки Все здесь вроде бы понятно и привычно Удивительно другое Стандартные полуфабрикаты работают в интровершен совершенно по-другому Барн Ярд Игра функционирует на модной сегодня концепции открытого мира То есть вы вольны ходить куда угодно и вступать в соревнования в любом порядке У игр от интровершен есть одна потрясающая черта Они умеют включать воображение На экране примитивные иконки и надписи, выполненные в одном цвете В колонках простенькая, даже примитивная музыка Зато в голове играющего проносится потрясающей красоты картины Герой новой стратегии Девкон ушел в глубокое подполье Где и находится его штаб-квартира Оттуда он руководит ни много ни мало всей нашей планетой Товарищи, только что разведка доложила, что засечены три внушительных формации Крейсеры, авианосцы и, кажется, подводные лодки Самозабвенно расставляю пусковые шахты по периметру Москвы Через пять минут можно будет, наконец, ввести войска в американские воды На этот раз планирую отвлечь внимание истребителями и сразу жать на все красные кнопки разом Такую вот войнушку представила на суд общественности в сентябре прошлого года Английская компания Intraversion И надо отметить, стратегия у них получилась отменная Сами англичане позиционируют свой проект как первую игру без содержания Или контент-фри То есть здесь нет сюжета, внушительных заставок и главных героев Уровней миссии тоже нет В поле битвы — земля Перед началом каждой партии вы определяетесь с державой Чьи интересы планируете представлять Расставляете по своей территории здания, в которых всего три типа И спускаете на воду флот, представленный опять же тремя типами кораблей А затем начинается натуральная реал-тайм К стратегии на тему холодной войны К плюсам игры, помимо всего остального Можно отдельно отнести смешные по нынешним временам системные требования Процессор, работающий на частоте 1 ГГц 256 МБ оперативный и 64 МБ видеопамяти На жестком диске Девкон займет всего 60 МБ Девкон выстроен на знакомых каждому современному игроку понятиях Юниты, территория, очки Все здесь вроде бы понятно и привычно Удивительно другое Стандартные полуфабрикаты работают в интровершен совершенно по-другому Имея в качестве исходных данных один единственный уровень и пять типов управляемых юнитов Девкон с легкостью демонстрирует удивительную стратегическую глубину И в самом деле, все гениальное просто Пятерка с геймплей В Девкон как в шахматной партии все происходит только в вашем воображении Но несмотря на свою внешнюю простоту, игра выглядит очень стильно Пяти баллов такая графика, конечно, не заслуживает Но твердую четверку Девкон получает заслуженно Звуковое оформление чересчур восприимчивых геймеров может запросто превратить в параноиков Угнетающая и тревожная фоновая музыка не оставляет никаких сомнений На наших глазах разворачивается самая страшная война за всю историю человечества Вой сирен и страшные гудки, отсчитывающие последние секунды перед пуском межконтинентальных ракет Все это создает неповторимую атмосферу Девкон Пятерка за звук Единственный открытый вопрос Это то, насколько долгоиграющим будет геймплей Девкон Концепция проста и вряд ли сможет увлечь массовую публику дольше, чем на неделю-полторы С другой стороны, пресловутый контре ведь тоже очень и очень простые правила Пятерку получает сегодня стратегия в реальном времени Девкон По нынешним ГОСТам картинка на экране смехотворна Схематическая карта мира, простенькие иконки, совсем уж неприличные ромбики, символизирующие города И все это чуть ли не в трех цветах Девкон — отличное пособие для тренировки вашего воображения Стоит задержать на экране взгляд хоть на несколько минут И изображение, прямо как в детских книжках с объемными картинками, становится совершенно другим Чтобы вам было понятно, о чем я, давайте вместе окунемся в мир Девкон И рассмотрим некоторые вопросы детально Вопрос Как определяется победитель в игре и есть ли разные варианты победы? Ответ В Девкон имеется три основных режима набора очков Соответственно, победитель тот, кто набрал большинство Стандартный или Дефолт В этом режиме за каждый миллион жертв начисляется два очка За потерю своего миллиона отнимается одно Выживание или Сюрвайвор Тут ваша задача — сохранить как можно больше жителей на своей территории Все игроки начинают сотни очков и теряют по единице за каждую смерть Режим обратный предыдущему «Убей их всех» по одному очку начисляется только за жертв от наших взрывов Вопрос Почему мои подводные лодки видны противнику? Отвечаем По умолчанию лодка находится в пассивном режиме сканирования В таком положении ее может обнаружить только авианосец В режиме активного сканирования она способна находить чужие субмарины в небольшом радиусе И атаковать их торпедами, но при этом становясь уязвимой Последний режим — непосредственно запуск баллистических ракет, которые фиксируются И информация о точке старта становится известна всем игрокам Пуск ракет производится из надводного положения В этот момент атомные субмарины становятся уязвимы для авиации Стив Одекерик, автор «Эйс-Авентура», «Кунг-По. Нарвись на кулак» И потрясающего шедевра «Тамп Уорс» Создал, наконец, свой первый трехмерный мультфильм И уже сейчас доступна одноименная игра, посвященная коровьим будням на ферме Животные, которые на самом деле ходят на двух ногах Носят солнечные очки, а по ночам собираются в ночном сарае для пары коктейлей И партии в покер — не самая свежая находка Барн-Ярд — это, по сути, сборник выдающихся мини-игр, которые разбросаны по довольно обширной карте местности Игры включают, например, стрельбу по мишеням молоком из вымени Изображение лунной походки Танцы маленьких лебедей за спиной почтальона И драки в грязи со свиньями Барн-Ярд функционирует на модной сегодня концепции открытого мира То есть вы вольны ходить куда угодно и вступать в соревнования в любом порядке Другое дело, что тут чуть ли не впервые в истории подобных игр Мнимая свобода действительно нужна Потому что буквально под каждым камнем, кустом и мусорным баком Скрывается очередной бонус Кроме того, местные бонусы по-настоящему хочется открывать Например, имеются рабочие анимации из мультфильма В которых главгерой позирует собственным выменем И опять же стреляет из него молоком Игра поступила в продажу 13 октября 2006 года Рекомендуемые системные требования Процессор 1.4 ГГц 256 МБ оперативной памяти И 64 МБ видео А также 1.8 ГБ на жестком диске С этой игрой получилась очень приятная ситуация Каждый персонаж обладает своим уникальным характером А основной упор в геймплее сделан на мини-игры Наша оценка играбельности 5 баллов Но с минусом Немного досаждает управление Хотя это мелочи Но покоряет игра другим Своей атмосферой и не в последнюю очередь внешним видом Достаточно простой движок игры выдает очень приятную и веселую картинку Художники постарались на славу За такую мультяшную графику мы не можем поставить меньше 5 баллов Озвучка удачно дополняет приятные впечатления от игры Кантри музыка очень хорошо вписывается в происходящее на экране А голоса главных героев озвучены очень качественно И не сразу можно догадаться, что работали над озвучкой не актеры из мультфильма, а совершенно другие люди А окружение звучит так реалистично, что невольно обращаешь внимание на шелест листвы За такую работу мы никак не можем поставить оценку меньше 5 баллов Как говорят сами разработчики, эта игра в основном для детей Но также в нее будет интересно играть тем, кто смотрел оригинальный мультик и жаждет продолжения Получить удовольствие же от этой игры вам также поможет качественная локализация для российского рынка Наша общая оценка игры — 5 баллов Визуально Барниард выглядит как-то особенно очаровательно Оторваться от местной картинки просто невозможно Детская аудитория придет в неописуемый восторг от внешнего вида А взрослая — от собственно игрового процесса Так что если вы уже который год отчаянно пытаетесь доказать родственникам, что компьютерные игры — это не только одна и та же стрелялка Просто запустите перед семейством Барниард И пусть они обязательно посмотрят ответы на вопросы и советы по прохождению Первый вопрос Подскажите, пожалуйста, как можно заработать монеты? Отвечаем Получить монеты можно по-разному Разбивайте горшки, ящики и остальные вещи, которые можно сломать или разбить Очень часто там есть монеты Монеты можно получить за удачно выполненное задание А также суслики закапывают клады, которые можно найти металлоискателем А еще можно вставить жетон в монетный автомат и собираем монеты, сколько успеешь Следующий вопрос Помогите перейти в другую часть фермы, но я никак не могу открыть ворота Отвечаем Все окрестности фермы разделены на несколько частей Чтобы перейти из одной части в другую, надо открыть ворота или калитку Получить ключ от ворот не так-то просто Сначала его надо заслужить Зато когда вы соберете все ключи, можно идти куда угодно На сегодня это все Задавайте мне вопросы по прохождению на адрес faqsobaka.musdifistv.ru Я обязательно отвечу Не проходит и дня, чтобы я не проверил почту и не читал ваши письма Зуб даю А также не забывайте про форум на нашем сайте musdv.ru Я и там общаюсь с вами До скорого Играйте всегда и везде С вами был Борик Еще увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok